Рафьёна, государство Израиль в том виде, в котором у нас сейчас существует, это не последняя версия. И сам Всевышний заинтересован, чтобы государство Израиль изменялось. В Торе нам показано, и мы можем догадываться, каким может быть государство Израиль. На ваш взгляд, какой должна быть судебная система? Прежде всего, на мой взгляд, я хотел бы обрисовать двумя словами тот образец, которому, скажем так, мы стремимся, или скажем, как я вижу его. Я бы назвал это свободное еврейское государство. То есть, это государство, которое сознаёт себя государством еврейского народа, перед которым стоят задачи по влиянию человечества. Создать общество, которое своим примером покажет людям, как можно жить в современном государстве на основании моральных ценностей и тех идеалов, которые Всевышний предъявляет человеку и обществу. С другой стороны, чтобы в этом государстве не было, или, скажем так, практически не было, так как государстве не может быть вообще принуждения, но, по крайней мере, оно было бы сведено к минимуму, чтобы вместо того, чтобы разные группы в государстве, в обществе боролись между собой, навязывая другу ценности, они бы жили параллельно, обогащаясь друг другу и участь друг у друга. Что касается судебной системы, я знаю, что есть люди, которые предлагают создать две параллельные судебные системы. Вот та судебная система государственная, которая у нас сегодня существует, и судебная система, которая бы судила на основании правил Торы. И создать эти две параллельные системы, ну, а есть люди, которые всё это уже обрисовали, подробности я не буду входить, да и не понимаю в это, и сделать таким образом, чтобы обе эти системы параллельные друг друга признавали, и создавали бы возможность каждому человеку выбирать, людям выбирать, в какой системе они хотят судиться. То есть, если оба хотят здесь, то здесь, если оба хотят здесь, то здесь. И таким образом, чтобы эти две параллельные системы дополняли друг друга и взаимообогащали друг друга. На мой взгляд, это очень может помочь выходу из той ситуации, когда сегодня большая часть населения не доверяет судебной системе, потому что справедливости там никто не видит. Можно поподробнее рассказать? Я бы не стал ходить в подробности, потому что для этого нужно быть уже специалистом. Есть люди, которые это описали, есть модели, которые применяют, но мне важен здесь сам принцип. Когда две вот эти системы существуют параллельно, не воюют друг другу, а взаимопризнавая друг друга, тогда они обогащаются, и создается возможность для того, чтобы все больше и больше людей, видя преимущества судебной системы, построенной на Торе, все больше и больше к ней бы прибегали. А какие преимущества в этой судебной системе по Торе? Например, сегодня процессы длятся годами, это целое мучение, и это огромное количество денег. Тора запрещает тянуть суд бесконечно. Суд должен выносить свои решения в кратчайшие сроки и реализовывать это решение. Нельзя мучить все время, это называется судебное мучение. И когда люди увидят, что в судах, которые построены на основании Торы, эти вещи происходят без вот этого судебного мучения и без затрат этих невероятных на адвокатов, то они почувствуют, что там преимущество и предпочтут ее. Хорошо. А какой может быть исправительная система? Исправительная система, я не знаю. Я не думаю, что здесь... Смотрите, Тора предлагает, например, города-убежище. Чем города-убежище отличаются, например, от тюрьмы или лагерей и так далее? В городах убежище преступники находятся в среде позитивной. Это левиты, которые учат Тору, они люди высокоморальные. Они воспитывают, исправляют человека, который находится среди них. А когда человек попадает в тюрьму или какие-то еще такие заведения, то это его нисколько не исправляет. Наоборот, это лишает его возможности подняться в обществе, продвигаться и так далее. Поэтому, наверное, стоит рассмотреть какие-то возможности, чтобы человек, который совершил преступление, он имел бы возможность исправиться и подняться в моральном уровне за время, когда ему назначают отбывать наказание. А не просто отсиживал бы какое-то время без всякой пользы для себя и общества. Может быть, превратить тюрьмы в такие как бы ешивы, образовательные центры? Да, образовательные центры. То есть, преступник должен находиться в такой среде, в которой, с одной стороны, он понимает, что его от общества изолировали, поскольку он опасный. С другой стороны, это создает ему возможность реабилитироваться. Чтобы он вышел из тюрьмы и был человеком, который является полноценным социальным членом общества. Понятно, что всякого рода мы видим, что в Торе предусмотрена разрыва наказания, но Тора не позволяет нигде не унижать, не издеваться над человеком. И даже, например, если есть смертная казнь, теоретически, практически невозможно сделать, но, допустим, теоретически она существует в Торе, и там все время заботятся о том, чтобы это было не унизительно и не мучительно. То есть, ни в коей мере человека нельзя ни унижать, ни унижать его человеческое достоинство, если у него есть наказание, наказание, но это, разумеется, без всякого рода издевальств и унижения. Это абсолютно недопустимо. Так как одно из наказаний за воровство это отдать долг и... Он должен вернуть вдвойне. Да, то есть он должен работать там, иметь возможность зарабатывать и вернуть долг. Совершенно верно, человек украл, да, он какая-то сумма, окей, а его отправляют на какое-то место, где он работает, зарабатывает деньги и отдает то, что он украл. Не потому, что над ним нужно там как-то издеваться или что-то еще. Тора, она, если предусматривает наказание, но ни в коем случае не унижение человека. Человек, он человек. Солзом по образу подобию, ты не можешь его унижать. Какой должна быть полиция, на ваш взгляд? На мой взгляд, опять же, это не мое мнение, есть люди умные, которые давно эти модели разработали. Полиция должна быть другом человека, что называется. То есть, например, мы живем в деревне, да. Вот, к примеру, да, мы находимся в деревне Уфра. И по идее у нас должен быть какой-то там местный, да, шериф, назовем его. И этот шериф, его должны выбирать мы. То есть, это человек, который пользуется доверием населения. И когда он функционирует, он знает нас, мы знаем его, он знает наши семьи и так далее. Общество должно доверять полиции. И поэтому именно в общественном, в общине как таковой, и должны выбираться главы этих полиций. И тогда они действительно пользуются доверием общества и понимают, что полиция работает ради тебя, а не против тебя. Потому что, насколько я понимаю, большинство людей, да и у меня, честно говоря, нет доверия к полиции как таковой. Есть замечательные полицейские, даже у меня есть и друзья. Но система как таковая доверие не вызывает. Полицейские замечательные. Нет проблемы с полицейскими, есть проблема с системой. Система должна функционировать так, что полиция для людей, для народа. Люди должны видеть в полицейском помощника. У меня какая-то трудность, какая-то проблема или что. Я обращаюсь к ближайшему полицейскому или останавливаю ближайшую полицейскую машину, и они мне помогают. Сегодня человек предпочитает не связываться с полицейским.